Девушки отдыхают 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 на сегодняшний день. То есть империя распалась, британская, но английский язык, что называется, шествует по всему миру, что называется. Даже я на нем говорю. Вот вам ответ на имперские дела. То есть, если угодно, у меня действительно двойное имперское мироощущение, то есть основанное на английском и на русском, или на русском и на английском. Меня можно назвать двуглавым орлом. Скажите, пожалуйста, а что вы чувствовали некоторое количество времени назад, в октябре, когда у нас происходили все эти события? Я был убежден, что это все быстро кончится. И я не испытывал того страха, который, видимо, был у людей, живущих в Москве, у свидетелей этого. Я более-менее предполагал, что это кончится так, как это и кончилось. Анна Андреевна Ахматова в 60-х годах говорила, я партия Хрущева. Ну, просто она была ему признательна, помимо всего прочего, за то, что он освободил такое количество людей и дал такому количеству людей крышу над головой. На сегодняшний день я мог бы сказать с определенной степенью, ну, то есть, как бы сказать, безответственности, что я партия Ельцина. Как мне представляется, неразбериха вся, имеющая место в политической жизни возлюбленного отечества, она сводится примерно к следующему обстоятельству. То есть, на протяжении всех этих 70 лет была масса замечательных людей, которые всячески и всячески, значит, сопротивлялись тому, что происходило, но никому из них в голову не пришло составить, сделать то, что пришло в голову в свое время Масарику, чешскому политическому деятелю, историку и философу, он составил просто конституцию, да. Вот. И когда, значит, вот произошла так называемая бархатная революция в Чехску-Лаке, по крайней мере, у чехов была какая-то основа того, как строить дальше свою политическую систему. У нас таковое не было. Я, между прочим, присутствовал в Вашингтоне, когда я был по этому библиотеке Конгресса, при акте передачи Вацлаву Хавиллу Американским Конгрессом оригинала этой самой Конституции. Но не в этом дело. Дело в том, что на выработку этой государственной системы, на выработку всех этих инерций, всех этих институтов и так далее, и так далее, и так далее, потому что государство – это всегда инерция, да, уйдут десятилетия. Ну вот. И на некоторое время, я думаю, политическая жизнь на территории Отечества будет носить характер весьма лихорадочный и напряженный. И так что делать, проклятый русский вопрос? Ну вот вы спрашиваете меня, человека, который уже 21 год живет вне России, и теоретически его даже и спрашивать не надо, уже хотя бы потому, что у него как бы нет по русской традиции и права об этих вещах рассуждать. Но я думаю, что это неверно. Дело в том, что моя степень, как бы сказать, отдаленности или отстраненности от того, что там происходит, если в ней есть какое-то... В ней есть определенное преимущество. А именно на этом я могу смотреть, или так мне кажется, я смотрю на это с определенной долей трезвости. То есть мое сознание, как бы сказать, не очень замутнено или не раздражено и немедленными раздражителями. Это привилегия, разумеется. И это привилегированное положение. И человека, который привилегией такой обладает, в общем, можно и не слушать. Тем не менее, я скажу то, что я думаю. Дело в том, что основная трагедия русской политической и общественной жизни заключается в колоссальном неуважении человека к человеку. В общем, если угодно, в презрении. Это обосновано до известной степени теми десятилетиями, если не столетиями, всеобщего унижения, когда на другого человека смотришь, как на, в общем, вполне заменимую и случайную вещь. То есть он может быть тебе дорог, но в конце концов у тебя такое глубоко внутри запрятное ощущение, что, ну что, да кто он такой, да кто ты такой, и так далее, и так далее. И я думаю, даже что вот за этим, скажем, за этим моим, как бы сказать, подозрением меня в отсутствии права тоже может стоять, да кто он такой. И одно из таких, и одним из выражений вот этого неуважения друг к другу является именно вот это, вот эти самые шуточки и эта ирония, касающаяся, в общем, предметом которой, является, в общем, общественного устройства в обществе. То есть самое чудовищное последствие тоталитарной системы, которая у нас была, которая у нас царила и так далее, и так далее, является именно полный цинизм, или, если угодно, нигилизм общественного сознания, да. И, разумеется, разумеется, это чрезвычайно такая, как бы сказать, и удовлетворительная вещь, это же приятно пошутить, поскалить зубы и так далее, и так далее. Но все это мне очень сильно не нравится. Набоков покойно однажды сказал, когда ему стали рассказывать, это была какая-то ситуация, где ему кто-то приехал из России и рассказывал мой русский анекдот. Он смеялся, 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 он говорит, замечательные анекдоты, замечательные шутки. Но все это мне напоминает шутки дворовых или рабов, которые, издеваясь над хозяином, в то время как сами они заняты тем, что не чистят его стоило. И это то положение, в котором мы оказались. И, по-моему, может быть, я думаю, что было бы разумно попытаться несколько изменить общественную, как бы сказать, попытаться изменить общественный климат. На протяжении этого столетия, в течение этого столетия, русскому человеку выпало такое, чего ни одному народу, то есть ни одному народу, ну, может быть, китайцам досталось больше, да. Но я не хочу говорить о китайцах, и я не хочу говорить о других, чего ни одному народу, населяющему, в общем, северную часть Евразии, не выпадало. Мы знаем, то есть мы увидели абсолютно голую, буквально голую основу жизни, да. Нас раздели и разули, и выставили, ну, в общем, на колоссальный экзистенциальный холод. И я думаю, что результатом этого не должна быть ирония. Результатом этого должно быть взаимное сострадание. И этого я не вижу. Я не вижу этого ни в политической жизни выраженном, я не вижу этого в культуре. То есть это тем горше, особенно, когда это касается культуры, потому что, в общем, происходит такое, то есть, ну, самый главный человек в обществе – это человек, более-менее, остроумный и издевающийся. И это мне колоссально не нравится. Я опять-таки повторяю, я говорю издалека. Но мне кажется, что это объясняется до известной степени историей культуры как категории элитарной. То есть, скажем, когда ты переходишь в сферу культуры, да, у тебя твои ценности начинают в сильной степени отстраняться от ценностей или, ну, грубо говоря, от реальности тех людей, которые, как бы сказать, с культурой не соприкасаются. На это могут быть два ответа. Первое – это такой пафос всей нашей культурной жизни – привести население ближе к культуре, придвинуть его, то есть разделить это с ним, да. Но я думаю, что в результате этого может возникнуть довольно комическое последствие, что вообще все станут циниками и так далее. То есть, ну, это вообще такой нюанс. Но есть и другой способ. Есть и другой способ. И я сейчас о нем скажу, но я хочу вот одну маленькую деталь здесь вести, такую маленькую виньетку. В 1964 году, в 63-м, в 64-м году, я попал за решетку в третий, по-моему, раз, и меня повезли на север со строком в пять лет и так далее, и так далее, и так далее. И я к тому времени уже писал стихи, и, в общем, стихи для меня, и, в общем, чувствовал себя как бы лучше всех и вся, то есть, по крайней мере, порядком выше всех и вся. Я оказался... Я помню купе, в котором, значит, купе на четверых, но устроили с нем 16 человек. Туда заталкивали приклады между попальцами, нормально. Но там были люди самых разнообразных сословий. Главным образом, уголовный элемент. Ну, и просто-простые люди, какие-то алкоголики и так далее. Но не важно. И напротив меня сидел крестьянин, как их рисовал Крамской. Руки с венами, длинная борода и так далее, и так далее. Поезд довольно долго шел в Архангельск из Волгогды. И мы разговорились, и я его спросил, за что же он там находится. И он сказал, что он просто украл мешок с удобрениями в совхозе, получил 10 лет. Ему в тот момент было, наверное, лет 65, если не больше. Да и выглядел он старше. И я понял одну вещь, что он никогда из этой системы не выйдет. Вот он здесь и умирет. То ли в этом поезде, то ли на пересылках, то ли в другом лагере и так далее, и так далее. И никакая Amnesty International. И более того, никакой союз советских писателей. И даже молодые люди, мои друзья, не будут знать его имени, и никогда его нигде, и никак не помянут. И это в некотором роде произвело на меня довольно сильное впечатление. То есть, это вот этот отрыв культуры. И я понял, что... То есть, если я что-то понял, если я что-то понял, то есть, понимаешь эти вещи животом. Я понял, что вообще все то, чем я занимаюсь, в недоизвестной степени, это, конечно, замечательно, я хороший человек, но то, что со мной происходит, рано или поздно, то есть, каким-то образом, мне даже и поможет. То есть, кто-нибудь будет за меня хлопотать, за этого человека, никто хлопотать не будет. Вот вам разница между культурой и жизнью нации. И это чудовищно. И еще был один момент, когда вот я там начал жить, работать на севере, в этом совхозе и так далее, и так далее. Это было довольно скверное место во многих отношениях. И мне это в сильной степени не нравилось. И просто я совершенно к этому не был готов. Городской мальчик и все остальное. Но был один момент, это, знаете, когда вот утром, в 6 утра, скверная погода, зима, холодно, или осень, что еще и даже и хуже. И ты вот выходишь из дома в этих самых сапогах и так далее, и ватнике, идешь в сельсовет получать наряд на весь день. И ты вот идешь через это поле, да, по колено в этом самом, в чем угодно, и так далее, и так далее, и так далее. Солнце встает, или еще не встало. Но ты знаешь, что в этот час, в эту минуту, ну, примерно 40% населения державы движется таким же образом. И я не хочу сказать, что это тебя наполняет, скажем, каким-то чувством единства. Это ведь зависит от индивидуума. Индивидуума наполняет и наполняет. Но мне это ощущение, в конце концов, стало, было и до сих пор, до известной степени, задним числом дорого. И поэтому, и то, что я говорю сейчас, то, что я говорю, продиктовано не, скажем, высоколобостью и отстраненностью, но этим чувством, что мы должны на каждого человека обращать внимание. Потому что мы все в совершенно чудовищной ситуации. Где бы мы ни находились, уже хотя бы потому, мы в чудовищной ситуации, что мы знаем, чем все это кончается. Мы умираем. И поэтому долг человека по отношению к человеку помогать. И общество должно строиться именно на основе круговой поруки и взаимной помощи, а не на соображениях эгоистических, какого бы то ни было порядка. И культура наша, отечественная, она играет, она вся движима, на мой взгляд. То есть большинство ее представителей, они движимы соображениями столь же эгоистическими, сколько, видимо, те люди, которые вот сейчас пытаются быстро забогатеть и так далее, и так далее, и так далее. Вот это мне колоссально неприятно. И я думаю, что это все можно, это можно переменить. Эти 70 лет, которые, коммунистической системы, которые у нас существовали, они породили одну замечательную вещь, ощущение некоего равенства в обществе, что мы все, это братство в нищете, в беде, да? Вот. И это надо сохранить. Уже хотя бы сопротивлением мы определяли себя, то есть мое поколение, видимо. Мы определяли себя, самоопределились именно в противостоянии этой системе. И за это надо быть благодарным системе до известной степени, потому что, когда ты имеешь дело со злом, оно тебе позволяет себе сформулировать, что на свете ценно, и что на свете менее ценно. Вот. И что меня поражает совершенно на сегодняшний день в возлюбленном Отечестве, вот, что люди, то есть значительное количество людей, которых я знал, или которых я не знал, но, в общем, принадлежащих к тому примерно классу образованных и так далее, и так далее, оно ведет себя таким образом, как будто они никогда ничему не научились. Как будто им никто никогда не говорил, что надо понимать и любить всех, то есть каждого, да? То есть я не понимаю, как это происходит. Я думаю, что в обществе еще есть вот этот, вот этот, как бы этот общий знаменатель, который бы надо было сохранить, который надо всеми силами удерживать, да? Маркс был прав в одном отношении. Капиталистическая система ведет колоссальная атомизация общества. У нас этой атомизации 70 лет не было. Худо, бедно, по каким бы то ни было причинам, у нас было общество. Я думаю, что если мы будем следовать, то есть вот тем, как бы сказать, указаниям или предложениям, которые на сегодняшний день доминируют в сознании, как интеллигентной части населения, так и неинтеллигентной, я думаю, что мы можем кончить потерей общества. То есть это будет, в общем, каждый сам за себя, да? Такая волчья вещь, да? Все должны помогать всем. Социалистический идеал общества, это разумный идеал, он основан на ощущении, вполне оправданном, что общество разрастется количественно. И поэтому нужны какие-то общие, то есть, чтобы руководить или чтобы управлять таким обществом, чтобы в нем не возникла колоссальная поляризация, нужен некий общий знаменатель. Вся беда заключается в том, что при проповедании этого социалистического идеала была допущена кардинальная ошибка. А именно, нам было сказано, и основоположники социалистической доктрины все утверждали, что наступит рай на земле. Они совершенно, и это свидетельствует об их неполном зверином идиотизме. То есть, на самом деле, основой для социалистического общества является одна простая вещь, что жизнь тяжела, трудна, страшна и чудовищна. И поэтому, нам надо каким-то, только объединившись вместе, мы можем каким-то образом облегчить себе существование. Рая никогда не будет. То есть, никогда не будет замечательно, никогда не будет ни утопии, ни даже, в общем, какого бы то ни было приближения к утопии. Библия права в одном отношении, что ты в поте лица будешь зарабатывать свой хлеб. Никакая система, ни капиталистическая, ни социалистическая, ни коммунистическая, никакая, не избавляет человека от того... Ну вот я вам простую вещь сейчас скажу. Мне было 16 лет, я работал на заводе «Арсенал». Был митинг в поддержку Египта, потому что тогда, значит, произошли все эти самые события и так далее, и так далее. И лектор, я уже не помню откуда, значит, это было собрание рабочих, и так далее, и так далее. Начал, значит, ну что-то такое, говорил, что мы должны помогать Египту, бороться с капитализмом, и так далее, и так далее. И поэтому мы должны выйти на субботник. И встал человек, это было тогда, 56-й год, довольно страшное время, слесарь в моем цеху. Он, видимо, уже и пьян был в то время, к тому моменту. И он сказал, «А какая мне разница, капиталист мой хозяин или коммунист мой хозяин? Один дьявол, мне надо вставать в 7 утра». И вот это надо помнить. При всех этих разговорах о новом обществе, которые там, и о западных моделях, и я уже черт знаю о чем, да? Дело в том, в главной посылке, на основании которого строится общество. Я бы даже сказал следующее, что даже западное общество, я говорю о Европе, оно все более или менее все-таки все построено действительно вот на такой, как бы сказать, на обещании лучшего мира. И эта инерция, обещание лучшего мира, она чрезвычайно как бы, это двигатель прогресса до известной степени, но это двигатель, который пожирает очень много топлива, человеческого в том числе. То есть, чем замечательна до известной степени американская система, тем, что ее основатели приняли за главное положение отнюдь не русоистскую мысль, отнюдь не представление о человеке, как о благородном дикаре. У них была протестантская идея. Ихняя главная идея была, что человек радикально плох. То есть, что он опасен. То есть, что он может сделать с другим, совершенно чудовищные вещи. Поэтому, нужно создать такую систему, которая взназдала бы до известной степени негативные качества человека. Отсюда система законов. Они не говорили никогда, что мы создадим идеальное общество. Они говорили, мы попытаемся создать общество. Почитайте бумаги федералистов, в котором, по крайней мере, негативная сторона человека может быть как-то более или менее контролирована. И вот этот трезвый взгляд, который надо положить в основу, я бы пытался положить в основу общество, которое формируется сейчас на территории одной шестой. Самый лучший писанный закон, он не переменит ситуацию в обществе. Мы должны просто стать лучше. Он не переменит ситуацию в обществе на протяжении твоей жизни. Моей жизни точно. Может быть, жизни наших детей. Но он может переменить жизнь в обществе для наших внуков. Исторически, да. И это надо помнить, да? То есть, я помню, меня все время спрашивали, когда переименовали Санкт-Петербург, но как вы называете ваш город, то есть я пятый-десятый, что вы поэтому чувствуете, как это парадоксально, это называть Санкт-Петербург. Да, для меня это парадоксально. Для тебя это парадоксально. Да? Но для тех, кому сейчас 10-12 лет, они уже будут писать Санкт-Петербург без всякой задней мысли. Да, ну это понятно. Да? И о них надо думать. Но для нас он больше Ленинград. Ты помнишь, что Ахматова говорила Ленинград? Ну конечно, для нашего поколения и может быть для тех, которым сейчас уже 30-35, он и останется Ленинградом. Он уже Ленинград хотя бы потому, что столько людей отдали свою жизнь именно за Ленинград. Да, конечно. И это оправдывает имя, да? Но это исторический этап, исторический момент, да? Эта история не монохромна, она продолжается, то есть время идет, да? И для следующего поколения те, кто лежат на Пескаревском кладбище, уже будут никто, да? И они, следующее поколение, будут иметь полное право называть этот город именем святого, да, а не именем демона, да? Нынче ветрено и волны с перехлёстом, Скоро осень, всё изменится в округе, Смена красок этих трогательней посту, Чем наряда перемена у подруги, Дева теши до известного предела, Дальше локтя не пойдёшь или колено, Сколь же радость ней прекрасная вне тела, Ни объятия невозможно, ни измена. Посылаю тебе постом эти книги, Что в столице мягко стелют, Спать не жёстко, Как там Цезарь, чем он занят, Всё интриги, всё интриги, Вероятно, да обжорство. Я сижу в своём саду, Горит светильник, Ни подруги, ни прислуги, Ни знакомых, Вместо слабых мира этого И сильных, Лишь согласное гудение насекомых. Здесь лежит купец из Азии, Толковым был купцом он, Деловит, но незаметен, Умер быстро, лихорадка, По торговым он делам сюда приплыл, А не за этим. Рядом с ним легионер Под грубым кварцем, Он в сражениях империю прославил, Сколько раз могли убить, А умер старцем, Даже здесь не существует Постом правил, Пусть и вправду постом Курица не птинца, Но с куриными мозгами Хватишь горя, Если выпало в империи родиться, Лучше жить в глухой провинции, У моря. Курица не за Cena,